В Мискотонинском университете группа ученых совершает научный прорыв в изобретении машины времени. Мискотонинский университет, кстати, был придуман писателем Говардом Лавкрафтом, поэтому этот фильм напрямую связан с миром Ктулху. Ученые создают врата, проходя через которые возможно пересечь время. Эксперименты сложная штука, но постепенно у ребят получается все лучше и лучше. Но чем дальше заходят дела, тем больше странностей происходит вокруг молодых ученых. История фильма рассказывается через персонажа Райана Винрича и его пути к этому эксперименту с вратами. С детства Райан рос ботаном, но не это самое страшное. Он видел странных существ. Старый профессор называл их наблюдателями. По мере взросления Райан и его друзья помогают профессору в изобретении этакой машины времени. Но чем дальше в дебри, тем ужаснее становится их жизнь. Райан теряет отца и сестру и от этого страдает потерей памяти. В один день эксперимента погибает и старый профессор. Именно когда все начинает получаться. И ребята продолжают работу без него. Но Райан чувствует, что за ним все время кто-то следит. Даже когда экспериментальная мышь выживает после прохода через врата, все становится только хуже. Один из молодых ученых пытается войти во врата и погибает. ДНК крови показывает, что на выходе ему уже примерно 70 лет. Врата работают. Но что убило его? Сам фильм и его сюжет завернут как конверт, начиная с поздних экспериментов и заканчивая молодостью Райана. Чтобы понять все происходящее, нужно досмотреть до конца. И собрать все пазлы, воспоминания героя воедино. Но не всем хватит усидчивости и терпения проделать над собой этот эксперимент. Фильм два часа кажется затянутым и рваным. Но по итогу, собрав всю картину, можно сказать, что история рассказана. История Мискотонского университета с лавкрафтовским налетом мрачности и загадочности. Что же там во вратах? Этот вопрос будет держать вас до конца. Ктулху? Космические боги? А может, наблюдатели? Иногда воображение может выдать картину интереснее самого кино. И как настоящий фантастический триллер, этот фильм держит тайну до конца. Так будет ли Ктулху? Спросите вы. Что же там во вратах? Темная материя? Будет. Наблюдатели? С простенькой графикой, смотрящие тебе в душу, будут. А Ктулху? Ну, щупальца. Скажем так. Будет. Но, как и в большинстве фильмов о Ктулху и вратах, главное это свое собственное воображение. Представьте сами, что там дальше. Рекомендую этот фильм только тем, кто даже в детской раскраске увидит Ктулху. Остальным, думаю, не стоит. Если только вам некуда девать два часа из жизни.